Я вас категорически приветствую. Сегодня разберем довольно важный эпизод истории. Знаете ли вы, что после Второй мировой американцы постарались вывести из Германии как можно больше ученых, причастных к созданию нацистского чудо-оружия? А такой момент в истории был. Причем, значимость его для американской науки настолько высока, что можно уверенно сказать, космическая отрасль в США появилась во многом благодаря нацистам. В годы войны была в США такая структура, называлась УСС, Управление стратегических служб. Структура эта была создана в 1942 году как первая объединенная разведывательная служба США. Главная задача – разведка в тылу противника. Агенты службы занимались сбором военной информации для армии, а также помогали партизанам во Франции, в Греции и в Китае противостоять оккупантам, координировали их действия, подвозили оружие через океан. Но весной 1945-го у Управления появился новый проект. Внимание, разведки привлекли весьма перспективные и ценные активы. Как это сказали бы сегодня, human resources, то есть человеческие ресурсы, то есть немецкие ученые. Третий рейх на грани окончательного краха. Гитлер одержим идеей вундерваффе, ну то есть чудо-оружие, которое могло бы радикально переломить ход боевых действий и спасти нацистов от поражения. Для реализации безумных идей и создания чудо-оружия нужны были лучшие умы. Однако война не позволяла ученым сосредоточиться на науке. Ученые, как и все, несли трудовые повинности, вводили грузовики, работали в пекарнях, в концлагерях, разбирали разбомбленные здания и даже подметали улицы. Когда захлебнулось наступление нацистов под Курском, и стало ясно, что в войне произошел перелом, по распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера ученых срочно вернули к научной работе. Ну, понятно, до сверхсекретных проектов не допускали всех подряд. Силами СС провели фильтрацию, выявили наиболее благонадежных и идейных ученых и составили из них отдельный список. Составлял этот список Вернер Озенберг, инженер и глава Ассоциации оборонительных исследований. Именно по списку Озенберга ученых привлекали к работе над проектами «Чудо-оружие Третьего рейха». Привлеченные к работе ученые неплохо потрудились. В течение двух лет работы на стол фюреру ложились проекты танков весом в тысячу и полторы тысячи тонн, турбореактивных истребителей, сверхскоростных подводных лодок и управляемых бомб. Ну, а главное – крылатых ракет. Большинство проектов были хоть и амбициозными, но, как бы это помягче сказать, крайне сложными и слабо реализуемыми. Не просто даже представить танк весом в тысячу тонн, который еще и ездит. Но вот работы в области подводных лодок и крылатых ракет стали настоящим прорывом. За последние три года существования гитлеровского режима был разработан и реализован суперпроект. Создана первая в мире баллистическая ракета дальнего действия – Фау-2. Фау – это немецкая буква «В». От «Фергельтунгсваффе» – оружие возмездия. Первый пуск состоялся уже в начале 1942 года. Ну, а боевой пуск ракеты состоялся в сентябре 1944. За семь месяцев применения Фау-2 по городам Англии и Бельгии было выпущено более четырех тысяч ракет. Из них по Англии произвели 1402 пуска, из которых только 75% достигли ее территории. Ну, к примеру, только на город Лондон упало 517 ракет. Потери составили около 9 тысяч человек, включая 3 тысячи убитыми, ну и в два раза больше ранеными. Нацисты планировали массовое нанесение ракетных ударов, но сбыться этим планом было не суждено. Гитлеровское руководство делало расчет на то, что оружие возмездия посеет в стане противника ужас и вызовет панику. Ну, расчет не оправдался. Применение Фау-2 не смогло переломить ход войны в пользу Третьего Рейха. Чудо не случилось, и вундерваффе оказалось совсем не вундер. Разработкой Фау-2 на полигоне Пенемюнде занимался тогда еще молодой, в 41-м ему еще не было 30-ти, молодой ученый Вернер фон Браун. В Пенемюнде работали над самыми секретными проектами Третьего Рейха. От разработки баллистических ракет до проектирования дисколетов. Строили секретные аппараты на заводе Миттельверк. Секретная подземная фабрика по производству ракет была расположена неподалеку от города Нортхаузен. Это самый центр Германии. Рядом построили концлагерь Дорра Миттельбау, чтобы рабочая сила была рядом. Контролировал производство лично Вернер фон Браун. Ну, после войны он многократно менял показания. Говорил, что якобы лично он ничего не знал о рабском труде заключенных. Ну, это у них у всех так. Ничего не видел, ничего не знал. Уже после первых запусков ракеты обломки Фау-2 попали в руки специалистов из США. Эти сразу поняли, что перед ними нечто в технологическом плане недосягаемое. США тоже пытались строить самолеты-снаряды и крылатые ракеты, но получалось плохо. Это тут прямое свидетельство того, что создание такого оружия возможно. И если собственные ученые не оправдали надежд, ну, значит, надо пообщаться с теми, кто сумел такое создать. И такая уникальная возможность появилась в начале 1945 года. Произошло это практически случайно. Вспомним про список Озенберга с благонадежными учеными, которых эсэсовцы собирали по всему Рейху. В марте 1945 этот список обнаружил лаборант польского происхождения в весьма неожиданном месте, в сортире университета города Бонн. Список явно кто-то пытался уничтожить, затолкав в унитаз. Но не дотолкал, а сообразительный поляк вытащил. Надо понимать, важные рукописи не только не горят, но еще и не тонут в германских клозетах. Из рук любопытного поляка документ попал в распоряжение Ми-6, а оттуда в то самое Американское управление стратегических служб, где серьезные профессионалы сразу же принялись за работу. Список внимательно изучили и тут же приняли единственно правильное решение. Всех переписанных фигурантов надо немедленно изловить и допросить. Первым номером в списке шел Вернер фон Браун, создатель ФАУ-2. 17 февраля 1945 года с полигона Пенемюнде стартовала последняя ракета ФАУ-2, после чего была объявлена эвакуация всех научных сотрудников. Ученых перевезли поближе к Нордхаузену в Центральную Германию, а уже в мае 1945 ракетный полигон Пенемюнде захватили части Красной Армии. Нордхаузен в апреле 1945 был захвачен американской армией. По соглашению с Советским Союзом город вошел в советскую зону оккупации. Но отдавать нам, перспективных немецких ученых, никто не собирался. Прямо перед установлением Советской администрации всех специалистов ракетостроителей вывезли из города в сторону Южной Баварии. В июле 1945 Объединенный комитет начальников штабов обрел полномочия распоряжаться будущим этих переселенцев. Начались допросы и постепенный вывоз ученых в США. Операция получила название «Оверкаст». Но значительно более она известна по названию 1946 года. Операция «Скрепка». Подобные операции американские спецслужбы проводили и ранее. Например, операция «Эпсилон», в ходе которой разведчики искали немецких ученых, причастных к ядерному проекту. Отличие от «Скрепки» было только в том, что большой пользы от немецких специалистов не получилось. Германия в создании ядерного оружия продвинулась не сильно. США и без них оказались первыми, кто разработал атомные бомбы, испытал и сбросил их на мирные японские города. А вот операция «Скрепка» была куда перспективней. У американцев не получалось создать баллистические ракеты. Программа под названием «Гермес» буксовала, даже несмотря на то, что США пытались тупо скопировать трофейные Фау-2. Американцам нужен был хотя бы один человек, способный объяснить, как создать хоть что-то похожее на немецкую ракету. Ну и такой человек нашелся. В мае американцам сдался в плен Вернер фон Браун. Содержали его в секретной тюрьме в центре Германии. В конце июня 45-го года Госдеп дал добро на переселение фон Брауна и группы его сотрудников в США. До октября того же года все это держали в секрете. Из биографии немецких ученых американская разведка вычеркивала решительно все, что связывало их с Третьим рейхом и НСДАП. По прибытии в США немцев долго перевозили с одной военной базы на другую, пока не отвезли на полигон неподалеку от техасского городка Эль-Пасо. Немцы, кстати, были довольно капризными. Свою важность они отлично осознавали и постоянно жаловались и чего-нибудь требовали. То им не нравилась американская еда, то они требовали поменять линолеум в зданиях полигона. В общем, всячески качали права. Новые хозяева были стойкими и по всем запросам стабильно и последовательно отказывали. В США перевезли не только фон Брауна, но и многих других ученых Третьего рейха. Американцев интересовали специалисты по ракетостроению, медицине, электронике и авиации. Окончательный переезд ценных кадров занял несколько десятилетий. Например, известный физик Фридвард Винтерберг прибыл в США только в 1959 году. При этом напрямую в Штаты никто никого не перевозил. Конспирация была настолько серьезной, что сначала немецких ученых доставляли в Латинскую Америку и только потом им выдавали разрешение на въезд в США. После чего вчерашние нацисты как будто бы заезжали в США сами. В США фон Браун и его коллеги практически сразу приступили к строительству новых ракет. Программа получила название Ред Стоун. Первую ракету проекта протестировали уже в 1953 году. Ред Стоун это практически копия Фау-2 с отделяющейся ядерной боеголовкой. Системы наведения у ракеты были точнее чем советские аналоги Р-2 и Р-5. Однако советские ракеты летели значительно дальше. Фон Браун на Редстоуне не остановился. Сама ракета стала основой для тяжелых ракет-носителей Сатурн. Первая ракета семейства Сатурн-1 была запущена в 1961 году. Всего совершили 11 пусков ракеты прежде чем поняли что конструкция далеко не совершенна. Фон Браун засел за чертежи и разработал новую версию Сатурн-1 Б. Однако и она не была финальной версией ракеты. Американцам надо было запустить людей на Луну. В космической гонке СССР серьезно опередил США. Советские коммунисты уже вывели на орбиту искусственный спутник Земли и отправили первого человека в космос. В 1967 году Вернер фон Браун представил главный проект своей жизни сверхтяжелую ракету носитель Сатурн-5. До сих пор эта ракета высотой больше 110 метров и массой в 3000 тонн остается самой большой самой тяжелой и самой мощной ракетой в истории человечества. По грузоподъемности с ней может сравниться только советская ракета «Энергия», с помощью которой планировали запускать в космос наши «Бураны». В июле 1969 года Сатурн-5 понес в космос корабль «Аполлон-11». Именно с него американцы впервые высадились на Луну. На волне успехов НАСА немедленно поставило немецким ученым под руководством фон Брауна очередную задачу создание лунной станции. Браун работал над станцией несколько лет, но в 1972 эту инициативу отменили. Фон Браун из НАСА ушел. После увольнения прожил пять лет и скончался в возрасте 65 лет. Использовали немецких ученых и в авиации. В США попал авиаконструктор Александр Липпеш. В Германии он создавал летательные аппараты весьма причудливой по тем временам формы летающее крыло. В годы войны он создал серию планеров Дельта с треугольным крылом. В Штатах такими разработками заинтересовались в концернах Нортроп и Конвейр. Липпеша привлекли к разработке истребителей. Он руководил проектами F-102 и F-106. Причем в их названиях американцы даже не скрывали преемственность с немецкой разработкой. Первый получил название Дельта Деггер а второй Дельта Дарт. В американских ВВС эти самолеты прослужили более 30 лет. Ну а также в США Липпеш создал бомбардировщик Б-58 первый в мире сверхзвуковой дальний бомбардировщик. В середине 50-х это было революцией в авиастроении. В ходе операции Скрепка власти США этапировали в Америку наиболее полезных специалистов нацистского рейха и применили их интеллект и знания в борьбе с Советским Союзом за мировое доминирование. В том числе бывших нацистов использовали ну и в космической гонке. Всего в США вывезли более 4 тысяч специалистов в самых разных областях. В их числе были звезды немецкой науки и военной промышленности, с помощью которых Третий Рех когда-то создал могучую армию после десятилетия ограничений и запретов. При помощи операции Скрепка США преуспели в космической гонке, создали мощнейшие ракеты-носители, построили баллистические ракеты, развили авиастроение. Например, авиаконструктор Адольф Буземан представил схему стреловидного крыла, которое впервые применили на реактивном истребителе Мессершмитт Ме-262. После войны Буземана тоже перевезли в США, где в компании Боинг он создавал бомбардировщики Б-47 и известный Б-52, до сих пор стоящий на вооружении ВВС США. Немецкий ученый Губерто Струкхольд помог создать космическую медицину. С ее помощью американцы изучали, как космические полеты влияют на здоровье человека и как там предотвращать возможные угрозы жизни. В СССР об этих операциях американской разведки все знали, ну и активно проводили собственные разработки. В первые послевоенные годы советские ученые смогли создать баллистические ракеты Р-2 и Р-5, превосходящие по боевым показателям американские новинки. Ну а про космос и говорить нечего. Там мы как были первыми, так и остаемся. В годы холодной войны американцы вообще крепко подсели на идею импорта ученых. И, что характерно, эта кампания продолжается и сейчас. Заманивая к себе лучших интеллектуалов планеты высокими зарплатами, американцы обеспечивают собственное успешное технологическое и научное развитие. Ну, тут есть чему поучиться. Вот такая история о том, как бывшие нацисты отправили на Луну американцев. Подписывайся на вечерний излучатель, сиди и смотри и думай. А на сегодня все. До новых встреч.